В Дергачевском районе развивают сельское хозяйство. В поселке работает агропромышленный лицей, а скоро обучение в нем студенты будут проходить на самой современной технике. Помощь в приобретении сельхозоборудования пообещал оказать депутат Госдумы Николай Панков. Накануне он посетил учебные учреждения и пообщался с преподавателями и учащимися. Тему продолжит наш корреспондент. Эту технику по праву можно назвать мастодонтом сельхозоборудования. На ней в Дергачевском агропромышленном лицее учатся уже несколько десятилетий. Проходить практику на технике, которая отметила свой 50-летний юбилей, сегодня просто немыслимо. Тем более, учитывая то, что это учреждение – кузница кадров для многих сельхозпредприятий региона. Ежегодно отсюда выпускаются самые востребованные специалисты аграрного сектора. Мы здесь даем не только образование, но и самое главное – ремесло, которое на рынке труда их серьезно защитит в будущем. То есть они выходят хорошими специалистами. Трактористами четырех категорий получают. А водителям категории двух категорий. Электрогазосварщик, оператор электронно-вычислительных машин. Вот такие серьезные специальности инженерного направления. Учитывая, что Дергачевский район – один из самых засушливых, обучение в лицее дает самые нужные навыки – как работать в условиях практически полного безводья. Но на старой технике хороших специалистов не выпустишь. Помощь с приобретением оборудования обещает оказать депутат Госдумы Николай Панков. Планирует приобрести новый трактор и образец прицепной техники. Для того, чтобы учащиеся могли уже видеть новую технику, работать на ней, осваивать. Для того, чтобы через какое-то время, отучившись здесь, прийти в наше сельское хозяйство уже специалистами, профессионалами для работы на селе, в различных сельхозпредприятиях, в тех собственности. Технику предоставит Росагролизинг на безвозмездной основе. Причем обеспечит сельхозоборудованием не только Дергачевский лицей. В планах передать новую технику еще в 9 образовательных учреждений региона аграрного профиля.